Всё случилось, когда Елена Мещерякова вместе со своим доберманом Ренни возвращалась с прогулки. У подъезда её дома на привязи была оставлена другая собака – маленький шпиц. Доберман сразу учуял малыша и, видимо, воспринял его как игрушку. Когда Елена опомнилась, было уже поздно. Играясь, доберман загрыз шпица. Подоспевшему хозяину лишь осталось забрать тело погибшего животного. Два дня ему звонила, пыталась поговорить с ним, отправляла голосовые сообщения, чтобы он понял, просил, чем я могу помочь. Я понимаю, что ситуация произошла, не изменить. Готова купить взамен собачку, девочку, всё что угодно. Он не отвечал. Единственное, что ответил, ничего не надо покупать. Печальный инцидент был запечатлён камерой видеонаблюдения у подъезда и через некоторое время стал достоянием общественности в социальных сетях. В последующие дни Елену буквально подвергли обструкции. Каждый хотел лично выразить своё недовольство и высказать всё, что думает о сложившейся ситуации. Я знаю правду, потому что она кидает. На кого? На собак, на людей. Она не признаёт, что она кидает. Так же, как и вы кидает на людей. Как говорит хозяйка Добермана, она прекрасно понимает реакцию людей, но считает, что они перегибают палку. Переживания женщины из-за возмущения и гневных нападок со стороны соседей негативно сказались на здоровье. Я очень сожалею о случившемся, очень переживаю и всё делаю для того, чтобы... и сделаю в будущем, чтобы больше таких ситуаций не происходило. Мария Гаевская, депутат по избирательному округу номер 6, в состав которого входит Зелёная аллея, подключилась к погашению конфликта. Надо всегда оставаться людьми. Я всегда стремлюсь к диалогу и прошу окружающих людей вести себя подобным образом. Каждый должен быть услышан, как виновные стороны, так и пострадавшие, и все переживающие тоже на эту тему. Согласны с ней и заводчики собак, которые приняли случившееся близко к сердцу. Я думаю, что можно решить всё как бы мирным путём. Я думаю, что Елена всё-таки, она, наверное, вняла какой-то определённый из этого урок. И в дальнейшем, я думаю, что этого не повторится. Елена пообещала, что отныне всегда будет выводить свою собаку на улицу в наморднике. А спускать с поводка только на специальной собачьей площадке. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.